сегодня принесли на сборку велосипед стелс мисс 6100 я считаю что это вообще лучший велосипед в бюджете где-то тысяч до 60 до 70 потому что все что стоит дешевле хуже все что стоит дороже хуже чему я так считаю на первых велосипед на пром подшипниках то есть у него обе втулки на пром подшипниках соответственно не очень долго служат и не требует грубо говоря никакого обслуживания во вторых у него недорогая механика работает хорошо все четенько то есть ее тоже не нужно обслуживать в отличие от гидравлики далее трансмиссия здесь 3 на 7 соответственно она перекрывает вообще все необходимые диапазоны для обычного катания для прогулочного катания и нет необходимости использовать сзади 8 или 9 скоростей опять же допустим тройник впереди тоже не нужен был бы достаточно впереди одной звездочки на 32 34 36 зубьев то есть тройник утяжеляет велосипед и сзади опять же на семерке на звезда мегарейнж самая большая звездочка увеличена это тоже избыточно из недостатков здесь наверное то что вилка железная опять же если вы покупаете такой недорогой велосипед вы можете потом просто эту вилку пока на новое продать и купить более хорошую дорогую вилку хорошая дорогая вилка будет стоить столько же сколько стоит этот велосипед целиком по крайней мере по дизайну по расцветке по скажем так всем своим характеристикам это велосипед лучше чем любой gt чем любая merida лучше чем вообще все что-либо угодно что вы купите 1000 за 60 за 70 именно вот если брать женские велосипеды да есть еще форматы формат 1411 будет стоить в районе там 50 на вилке рок-шокс на воздушке да это будет велик намного круче но его надо найти и опять же он будет стоить получается в два с половиной раз дороже чем стоит этот стелс по поводу сборки то есть нам его принесли мы его собираем что нужно сделать мы снимаем оба колеса сразу же проверяем как крутится втулочки не закусывают ли они если закусывать надо ослабить если люфтят то надо соответственно их протянуть если втулка на промах то как правило проблем внутри нет никаких если втулка на шариках то нужно добавить внутрь смазки что во втулках на шариках смазки не хватает с одной стороны бывает смазки чуть-чуть а с другой стороны еще меньше соответственно если втулки у вас на шариковых подшипниках то нужно добавлять внутрь втулок сразу смазочку на новом велосипеде дальше после того как мы добавили смазки Если шарики, если прома, то не добавляем ничего Просто все проверили, затянули, законтрили Дальше проверили затяжку тормозных дисков На этом велосипеде диски тормозные были протянуты хорошо После этого диски обязательно надо обезжирить Потому что на дисках есть какое-то небольшое количество масла машинного И это масло попадет на ваши тормозные колодки Они засалятся быстрее, чем обычно И начнут, соответственно, скрипеть После этого накачиваем колеса И устанавливаем колеса на велосипед Далее протягиваем рулевую Здесь рулевая была не протянута Вынос был установлен неправильно Соответственно, все это регулируем Ставим руль и выставляем, как вам удобно То есть наклон руля может быть вверх, вниз Вправо, влево, грубо говоря, какие у вас руки, какая у вас посадка Так вы под себя выставляете руль И протягивайте рулевую, чтобы она не люфтила Далее начинаем сборку Сборка у нас начинается с того, что мы протягиваем вообще все винтики То есть протянули все винтики на рулевой Сила затяжки динаметрическим ключом 5-6 ньютон на метр Соответственно, очень сильно тянуть надо Протянули винтики на ручках тормоза На монетках Проверили радора, как я уже говорил Протянули шатуны Проверили, что шатуны затянуты Педальки прикрутили Обязательно на смазочку, чтобы потом можно было их открутить Тоже сила затяжки правильная Проверили, что петух прикручен у нас нормально Проверили, что у нас задний переключатель прикручен нормально Проверили, как правильно ли стоит по высоте Вот здесь неправильно стоял Правильно ли стоит по высоте передний переключатель ровно ли или нет После этого настраиваем тормоза Здесь оба тормоза были настроены очень плохо Все цепляло Диск тормозные были очень сильно кривые Соответственно, поправили тормозные диски Они у нас были предварительно обезжирены И настроили тормоза передний и задний Очень много времени ушло, чтобы все нормально настроить, потому что здесь вот очень большое количество шайбочек, дропауты, ну точнее крепления под диск немножечко кривые, особенно на вилке, все это пришлось долго выставлять, долго править тормозные диски, в общем, час примерно я на это потратил. Да, проверили, что подножка у нас прикручена, все винтики вот эти вот, что не болтаются, что не будет они греметь, под бутылку и под крылья, прикрутили седло, прижимной винт прикрутили, катафортики все поставили, после этого мы перекинули все рубашки и тросики по-другому, потому что до этого, как они шли, они касались Абраму, но здесь, к сожалению, тоже геометрия такая, что немножечко будут троса касаться Абраму, надо вот здесь вот наклеивать какие-то защитные наклеечки, чтобы не сильно все это дело царапало, иначе очень быстро сотрется краска, подрезали все лишнее, по рубашку мы по тросам и после этого настроили переключатели, монетки здесь стоят китайский L2, работают очень мягонько, передняя монетка работает намного лучше, чем стандартная шимановская, но такой пластмассовый у них звук, у шимана все-таки он более мягкий, переключатель здесь шимана, передний стоит турней, такой он немножечко люфтящий, в принципе, работает нормально, с учетом того, что здесь три звезды, а кататься будут всегда на второй звезде, то есть, если вы катаетесь на большой звезде, значит, вы делаете что-то неправильно, если у вас вот такой вот велосипед, обычный, горный, вы должны всегда кататься на второй звезде, третья звезда, она для очень больших скоростей, то есть, когда вы с горки едете, маленькая звезда, когда вы забираетесь в какую-то очень крутую горку, то есть, как правило, вы будете ездить на второй звезде, и этого достаточно для 99% населения велосипедистов. Задний переключатель здесь Альтус, у него вот эта часть алюминиевая, служит он хорошо, служит он долго, настраивается легко, работает отлично. Дальше здесь у нас 7-скоростная звездочка, кассета, то есть у нас есть барабан, барабан, к сожалению, на шарах, но, по крайней мере, это барабан, то есть не трещотка, где всего два подшипника во втулке, а здесь у нас кассета, где у нас четыре подшипника во втулке, соответственно, вот это у нас называется штука-кассета, 7-скоростная, недорогая, продается везде. Стоит копейки, цепь недорогая, стоит копейки, настраивается легко, практически не сбивается, в отличие от более дорогих трансмиссий. И поскольку большинство людей катается там буквально на одной, на двух, на трех звездах, то этой трансмиссии достаточно вообще для всех. То есть я катаюсь, у меня трансмиссия 2х10, мне хватает впереди одной звезды, сзади у меня опять звезд максимум я использую. Вот, то есть очень мало людей, кто использует вообще весь диапазон трансмиссии, по крайней мере, если это велосипед прогулочного типа. Вот, настроили, соответственно, оба переключателя, проверили, что все работает, подрезали обязательно рубашки, потому что там все ворсится, то есть волосня такая очень сильная. То есть вытаскиваете рубашку, снимаете наконечничек вот этот вот, и увидите, сколько там вообще кусков проволоки, насколько там неаккуратно все обрезано, ни на сколько там неаккуратно сделано отверстие, по которому ходит тросик, и как он цепляется обо все. То есть нужно чуть-чуть, там буквально пару миллиметров обрезать рубашки. А вообще вот здесь вот обрезались рубашки очень сильно, потому что были они очень длинные, они просто торчали во все стороны. Соответственно, подрезался тросик. После того, как подрезали рубашки, надели заново наконечники и все это настроили. Далее вот здесь вот в коробочке, как ни странно, купался этот велосипед в интернет-магазине, в коробочке шел вот такой вот катафотик с огоньками, но не было почему-то батареек. Вот крыльев к этому велосипеду не было в комплекте. То есть были, подножка была, были катафоты и была вот моргалка, то есть задний габарит. Но не было почему-то крыльев. Иногда их кладут, иногда их не кладут. Вот. То есть в целом, велосипед мне это очень нравится. Собирается он, ну в принципе, быстро, не считая того, что вот диски трамвозной очень мягкие, кривые. Из недостатков, да, как я сказал, вилка. Вилку железная. Ее, конечно, лучше поменять. Опять же, если будете кататься просто прогулочно, то вам, скорее всего, этой вилке хватит на много-много лет. И вы даже не заметите, что она вообще не работает. А если хотите хорошую вилку, то готовьте там тысяч 15, 20, 25, чтобы поставить сюда более-менее приличную воздушную вилку. Резина здесь такая универсальная. Вот диски трамвозные, немножко кривенькие, немножко мятенькие. Но, в принципе, я их поправил. То есть любой мастер их сможет выровнять. И, соответственно, вообще у вас никаких проблем не будет. С катанием, когда диски будут ровные. То есть для прогулочного катания для девушки этот велосипед подходит замечательно. Могу сказать, что такие велосипеды покупают не только девушки. У меня и мужчины покупали. Потому что цвет такой, он, в принципе, нейтральный. Темный. Рама удобная. То есть кататься можно за свою цену. Клиент покупал этот велосипед со скидкой на распродажу за 18,5 тысяч. Я считаю, что это просто офигенная стоимость. Офигенный велик. То есть с учетом того, что здесь бюджетная трансмиссия. Можно опять же сразу же продать, например, передний переключатель. Продать сразу же монетку. Продать сразу же тройник. И поставить вперед одну звезду. Вы тогда можете еще там тысячи две спокойно сэкономить на этом велосипеде. Потому что тройник вам, скорее всего, будет не нужен для такого прогулочного катания, скажем так. А для спортивного катания этот велосипед не подойдет. Потому что опять же вилка не подходит. Ну, он простенький, скажем так. То есть для любительского катания идеальный вариант. В принципе, наверное, все, что я хотел рассказать. То есть если увидите такой велосипед до 20 тысяч, покупайте. Это стелс мисс 6100. Отличная модель. По поводу сборки, опять же, я все вам подробно рассказал. Что нужно проверить, как это должно работать. Главное, чтобы колеса крутились хорошо, ничего не задевало. Чтобы тормоза не было звука при вращении колеса, что не цепляют вас в тормозные диски, а колодки. И переключатели должны работать хорошо. В принципе, вот такой вот замечательный велосипедик. Мне очень нравится. Очень много я в этом году их собрал. И всем советую именно вот эту модель. Если женская модель, то покупайте.